И часто я вишневыми губами лобзаю твои камни во стена. Новый образ не помеха репетиционному процессу. Актер театра кукол Александр Сизиков каждому спектаклю брейца на лысо. Шекспир и его сон в летнюю ночь – постановка, с которой наш театр 23 сентября выйдет на сцену фестиваля «Зазеркалье». Это не классическое прочтение Шекспира и не то, что обычно ждут от театра кукол. Вы не увидите привычных кукол, вы не увидите привычных ширм. Все актеры работают в живом плане, а именно кукольная составляющая спектакля, она очень необычная. Я думаю, это тот спектакль стилистически, очень зрительно красивый. Это нужно приходить и смотреть. В рамках фестиваля зрители увидят спектакли самых разных жанров. Философская притча, фэнтези, трагикомедия, опера марионеток. Материал, на основе которого созданы спектакли, очень интересный. От Виктора Пелевина до японских сказок. Министр культуры региона уверена, что каждый зритель найдет для себя что-то интересное. В саде Карельского театра кукол, да, там есть такая определенная история, что работа кукол заключается в ношении масок актеров. Это определенный тоже вид театра. Я думаю, будет достаточно интересно. Хотя Зазеркалье – это фестиваль, а не конкурс. Экспертный совет определит лучший спектакль, лучшую работу режиссера, художника по свету, актерскую работу. Но цели у фестиваля все же другие. Функция нашего фестиваля еще заключается в том, чтобы наш зритель, наш барнаульский зритель, как бы немножечко воспитался на этом, увидел то, что театр кукол все-таки – это обширная планета, это достаточно сложная история, и здесь много всего интересного, много всего поучительного. В фестивальных показах есть спектакли исключительно для взрослых, есть и детские, и для любого возраста. Афиша на сайте театра. Ну а площадки под показы предоставляют кроме театра кукол, молодежный театр Алтая и музыкальный. Кстати, продлится фестиваль до 25 сентября. Билеты можно купить в том числе и по Пушкинской карте. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком.